привет друзья дорогие подписчики добро пожаловать на канал настоящий узбекский в сегодняшнем видео предлагаю вам видео рецепт узбекского плова в его вегетарианском или веганском исполнении в последнее время в городе ташкент активно набирает обороты тренд приготовления вегетарианского плова такой рецепт я посмотрел на у эко-кафе которая недавно была открыта в городе ташкент его повар приготовил узбекский плов в вегетарианском исполнении мне очень понравился и захотел его повторить и так для этого нам нужно вы видели все ингредиенты раскаливаем оливковое масло добавляем нарезанный полукольцами лук но в первую очередь конечно же нужно обжарить хорошо чеснок именно чеснок придает плову тот мясной вкус скажем так на 700 грамм риса я использовал две головки чеснока можно на килограмм рис использовать около четырех голов будет очень вкусно после того как обжарили чеснок добавляем мелко нарезанный лук все это хорошенько обжариваем до золотистой корочки естественно одним из главных ингредиентов такого вегетарианского плова является айва добавляем 500 грамм нашинкованной нарезанной полосками моркови я смешал желтую морковь с красной тоже ее хорошенько обжариваем можно сказать что такой плов готовится намного быстрее потому что здесь нет мяса и можно приготовить примерно за один час после этого все солим и конечно же посыпаем зиру для вкуса уже на этом этапе после того как все обжарилась добавляем сюда замоченный с вечера нут горох добавляем изюм для плова заливаем водой и можно сказать что зирвак уже готов говорил я это все примерно на слабом огне потом минут 15 и потом уже начал закладку риса рис мы рассчитываем в узбекистане один килограмм риса примерно на 10 взрослых человек то есть получается с одного килограмма риса 10 порций для взрослых вот видите я также кроме айвы добавил сюда и сушеную курагу именно с косточкой темного цвета узбекистане такой сорт называется суп хан зирвак готов варить примерно 15-20 минут на слабом огне после 15 минут вынимаем айву курагу и чеснок на отдельное блюдо чтобы она сильно не разваливалась в это время подготавливаем рис промываем его просто как промыли рис можно уже его закладывать в казан зирвак в этот раз я использовал рис длиннозерновой сорта лазер он быстро готовится всегда рассыпчатый килограмм такого риса в узбекистане стоит на сегодняшний день от 20 до 25 тысяч это где-то примерно от полтора до от полутора до двух долларов когда за закладываем рис поднимаем немного пламя для того чтобы вода начинал начала активно испаряться вы знаете что нужно в этот момент рис немного перемешивать то есть именно аккуратно как бы слой риса перемешиваем между собой делаю делаю эту процедуру я где-то три-четыре раза потом делаю дырочки для того чтобы вода испарялась быстрее вот еще раз перемешиваю рис между собой не касаясь моркови не касаясь других ингредиентов именно только слой рис аккуратно перемешать для того чтобы он равномерно впитывал воду после того как я уже перемешал последний раз рис я делаю лунку и в эту лунку закладываю орех кешью примерно около 100 грамм я использовал в данном рецепте на 700 грамм риса потом формирую купол после того как сформировал купол из риса я закладываю остальные ингредиенты которые уже предварительно сварены были в зирваке это айва это чеснок а также курага также я видел рецепт и тоже его готовил вместо мяса тоже вегетарианский вариант вместо мяса можно использовать тофу тофу нужно просто обжарить на нарезать кубиками кубиками обжарить в масле и потом вынуть из масла и обжарить уже дальнейшем лук морковь и так далее тофу добавить в конце еще раз значит посыпаю все зирой и закрывая крышку на очень маленький огонь на 15 минут плов готов могу сказать что он мало чем отличается по вкусу от плова с мясом то есть такой же ароматный знаете само по себе у мяса нету вкуса ему придает этот вкус жареный рис жареные лук чеснок и так далее и поэтому этот плов пахнет настоящим пловом получился также очень вкусные детям всем понравился буду готовить еще большое спасибо за ваше внимание надеюсь сможете тоже повторить поделитесь своими впечатлениями оставайтесь на канале подписывайтесь и до новых встреч до свидания а Субтитры подогнал «Симон»